Всем привет! В вами снова Константин Цепелев, и я снова рад вас приветствовать на своем канале, посвященном грамотным световым решениям и осмысленному световому дизайну. Сегодня ролик не совсем обычный для моего канала. Чаще я обращаюсь к дизайнерам или тем, кто немного в теме освещения. Но в этот раз, как, кстати говоря, многие меня просили, я поделюсь шестью простыми советами для самых обычных людей. Уже больше 16 лет я разбираюсь в теме светового дизайна. Каждый день оттащиваю свои навыки и знания. И иногда забываю, что освещение, простой свет, нужен самым обычным, простым людям, живущим в самых обычных, простых домах и квартирах. Понимаете, о чем я сейчас говорю? По большому счету, обычному человеку вообще без разницы, сколько люкс положено по нормам в жилом помещении, есть ли какие-то протоколы денирования и различные модные технические бренды. Самое важное, чтобы было удобно и комфортно. Поэтому я решил попробовать простыми словами рассказать про несложные приемы, как можно исправить типовые ошибки квартир со стандартной отделкой от застройщика. И организовать комфортное освещение. Просто и недорого. И речь пойдет про то, что делать, если пусть даже условно у вас один вывод под люстру в центре комнаты. Итак, обо всем по порядку. Уверен, будет интересно и полезно. Поэтому не переключайтесь. Поехали. Итак, если ситуация действительно патовая, у вас нет возможности или желания исправить электрическую разводку, чтобы запитать дополнительные источники света, а розеток критически мало. То есть классное, недорогое решение — это проложить открытую наружную проводку. Это когда провода идут поверх стен или поверх потолка. Они могут прятаться в специальном каблеканале или трубке, а также могут крепиться сразу к поверхности. Так вы сможете заново проложить проводку быстро, недорого и так, как вам действительно нужно. Сразу запланировать достаточное количество розеток, выключателей и светильников. А еще это бывает действительно красиво. Но будьте аккуратны с применением подобных решений во влажных помещениях или в зонах, где есть ванная, или рядом с раковинами, или в горячих зонах у варочной поверхности, или прочих моментах, где есть нагрев или возможность контакта с водой. Там все должно быть максимально безопасно и по ГОСТам, и нормам. Я всегда советую закладывать побольше розеток. Они точно пригодятся и у дивана, и на рабочем месте, и на кухне. И сейчас посоветую сделать то же самое. Проложить открытую проводку и не забыть добавить побольше розеток для всех нужных вам электроприборов. И еще парочку запасных. Еще один совет. Можно вместо стандартной одинарной розетки установить сдвоенную. Кстати говоря, когда мы говорим про монтаж встроенной проводки, там то же самое. Можно вместо одинарной поставить сдвоенную, при этом что монтажное место останется одно. Самое эффективное и простое решение, если света в пространстве мало, а электрических выводов под светильники нет, используя дополнительные местные источники света. Это могут быть настенные светильники, ссылки для подключения через розетку, таршеры, настольные лампы и даже гирлянды. Кстати, если настенный светильник изначально не предусматривает подключение через вилку, как правило, это исправимо. Используя местные виды освещения, вы сможете расставить световые акценты, добавить уюта, восполнить недостаточное освещение рабочих зон, создать сценарий и организовать комфортное освещение там, где это оказалось невозможно. Плюс ко всему, с помощью местных светильников вы сможете реализовать многоуровневое освещение, которое позволит придать глубину интерьеру. Поговорим немножко про умные источники света. Конечно, речь не про навороченные, непонятные и зачастую даже ненужные для обычного человека умные дома, а про самые простые и достаточно бюджетные вещи, вроде настольного или напольного светильника с изменяемой температурой или яркостью света. Если вы ограничены в ресурсах, используйте умные источники света, это очень здорово поможет разнообразить возможные сценарии освещения. Например, при помощи одного и того же ташера с регулированной яркостью и световой температурой можно решить совершенно разные задачи. Так используйте сценарий с холодным или нейтральным светом для работы или чтения, а с более теплым светом средней яркости для отраженного стены для общего освещения и теплым, тусклым светом для просмотра телевизора или романтического ужина. Говоря про умные решения, обязательно взвесьте все нюансы в работе с голосовыми помощниками. Есть ли у выбранного оборудования возможность управляться не только с умной колонки, но и от обычных выключателей? Это правда очень важно, потому что постоянно кричать «Алиса, включи мне свет!» вам скорее всего надоест. Или в какой-то момент вам будет неудобно, например, перед соседями в доме с плохой звукоизоляцией. И повторюсь, важно, чтобы управлять светом вы могли не только голосом или со смартфона, но и с обычных на стенах выключателей. Кстати, кто хочет воспользоваться крутой системой управления освещением, но не готов платить за долгостоящий умный дом, посмотрите ролик, посвященный системе управления Касамби. Когда вариантов совсем мало, на потолке одна люстра, а розеток, скажем, всего две на всю гостиную, у которой еще и кабинет, и кухня. А решение все равно есть. И тут нам помогут аккумуляторные источники света. Это могут быть портативные ташеры и настольные светильники, даже подсветка шкафов и кухни, которые заряжаются от розетки. Сейчас технологии дошли до того, что беспроводные светильники имеют достаточно емкие аккумуляторы и способны работать в течение 10 часов без подзарядки. Понятное дело, что такое решение пока что не заменит общее освещение, но стать неким акцентом или рабочей подсветкой вполне может. Рынок светотехники на данный момент дарит нам множество красивых и весьма бюджетных вариантов, даже подходящих, где используют на улице. То есть вы такой светильник портативный можете взять с собой на балкон или поехать с ним на дачу. Если же вывод на потолке у вас один, поставьте трековую систему, низковольтную или на 220 вольт. Сегодня ниша трековых светильников настолько разрослась, что множество брендов предлагает достаточно качественное решение в приемлемом бюджете. Плюс сейчас это уже не просто классические белые и черные прожекторы и треки, но и функциональные, красивые, даже декоративные варианты в различных цветах. Поворотные прожекторы, любая нужная вам оптика и температура света, светильники для общего освещения, подъезды, светильники для зонирования, для акцента, декор, разные отделки, антибликовые насадки, декоративные элементы. Короче говоря, перечень оборудования в нише трековых систем настолько обширен, что с помощью этих решений и с помощью этого оборудования вы сможете реализовать практически любую задачу. Трековая система бывает накладная, подвесная, встраиваемая, и сейчас даже есть трековые системы для натяжных потолков. Главное в работе с этим видом оборудования всегда руководствоваться логикой и постановкой задач, и правилом, что на правильный свет никогда не должен попадать в поле зрения человека. В очередной раз повторяюсь, при использовании трековых систем освещения надо помнить, что помимо прожекторов, которые повсеместно используются в каждом проекте, в треках есть светильники для общего света, светильники-волошеры, различные подвесы. И, повторяюсь, ассортимент трековых светильников и трековых систем настолько обширен, что выбирать оборудование нужно под конкретную четкую задачу. И самое важное, что я хотел сказать, не экономьте на себе, пожалуйста, не гонитесь за экономией. Есть отличная пословица, скупой платят дважды. Светильники — это электрический прибор, то есть ваша безопасность зависит от его качества. А еще ваше самочувствие и здоровье напрямую связаны с качеством и количеством света. На любой бюджет можно найти качественное и надежное оборудование. Я это знаю, как никто другой. Хорошо — это не значит дорого. Как человек, чья жизнь и работа связаны с освещением, скажу вам еще раз. Самое важное — это комфорт. Но при выборе оборудования лучше использовать рациональный и осознанный подход. Я сегодня кратко рассказал, как несложно и недорого разнообразить вашу световую жизнь. Но, как и в любом деле, советую обращаться за помощью к специалистам. Например, в мое сентябрическое бюро. Если у вас остались вопросы, обязательно напишите их в комментариях. И, кстати говоря, мы решили с коллегами снять отдельный ролик ответа на ваши вопросы. Поэтому в этом видео, под этим видео, вы можете задавать абсолютно любые вопросы, которые вас интересуют и волнуют. Мы снимем отдельный ролик с ответами на эти вопросы. И по традиции, кто хочет пообщаться со мной лично, пишите мне в директ. Обязательно заходите в гости ко мне в офис. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик. С вами был Константин Цепелев. Всем свет.